Сейчас на Временском выступе нахожусь. С моей спиной работает один из танков БТФ «Каскад». В военном аспекте для меня главный итог года был полностью провалившийся украинский контрнаступ. Полностью вообще. Они даже в предполе не смогли закрепиться. Это подтверждение того, что стратегия была выбрана правильно. Обескровывание врага. И я считаю, что мы уже к весне наконец-то сломаем хребеток бандеровской военной машине. Извините, что говорю языком советской военной пропаганды. А у нас произошел качественный скачок в вооружениях. Теперь дроны, средства борьбы с ними стали просто обыденностью. И наши сейчас, совершенно точно могу сказать, в мире, наверное, лидируют по разработкам дронов. Куда-то к Израилю, который когда-то был лидером и Турцией. Мы сделали этот скачок. Это вот вся знакомая нам история про то, как русские запрягают, а потом ездят. И я считаю, что это год переломный. Мне кажется, есть какой-то свет. Мы его дождемся и увидим в следующем году. Хочу поздравить своих дорогих читателей с Новым годом. Дорогих – это вообще не метафора. Вы даже себе не представляете, как высунув язык от нетерпения. Я смотрю, сколько вы мне под моим репортажем поставили больших пальцев, лайков. Потому что для меня ваша реакция не менее важна. Она меня мотивирует писать, вкладывать душу, пропускать через себя, ничего не бояться. И выполнять главную задачу журналистов – информировать общественность о происходящих событиях. У нас был тяжелый год. Год, когда надежды сменялись разочарованиями. Были неприятные удары по самолюбию и какие-то прорывы. И вот я желаю всем нам, и вам, и себе, чтобы на следующий год у нас не было больше этих эмоциональных качелей. Мы восстановили справедливость, получили заслуженную победу. Светило мирное солнце над нашими головами. И не летали дроны. Рождались детишки. И Россия спокойно и привольно возлежала на одной шестой части суши. В такой приятной дремоте. С новым 2024 годом, дорогие читатели Комсомолки!